Будет интересно? Не факт. Ребят, собственно, это не секрет, но многие об этом забывают. Есть разные сетапы бутерфляя-гарда. Самое важное это, в принципе, удержать гард. То есть бутерфляя, это не секрет, что мне нужно человека максимально к себе притянуть, чтобы создать эту дистанцию, где мои ноги становятся гардом, не просто коронями, которые болтаются, что у меня появляется контроль над человеком. Но, тем не менее, когда мы доходим уже до свипа, тут очень важный момент есть. Большинство людей показывают, что вы вот этой ногой упираетесь в пол, да, и, соответственно, вы используете эту ногу для того, чтобы поднять свой таз, и вот у вас появляется вот этот рычаг, чтобы перевернуть человека. Есть такой лайфхак. Если обратите внимание, Крейг Джонс использует эту позицию не только для свипа, но больше для захода на полевой на ногу, когда вы уже взяли, допустим, захват через плечо за пояс, или взяли захват по верху руки, или взяли захват под руку, неважно. Если вы оказались в таком бутерфляе, да, в сидячем классическом, не ха в бутерфляне, когда вы лежите на спине, а когда вы сидите, вот эту ногу нижнюю, которая будет вас поднимать, мне больше нравится как крючком цеплять за его дальнюю ногу, за его дальнее колено. Почему? Потому что это сильно меняет мой баланс, мою базу. Когда я вот так сижу, я как-то сижу перед Сашей фронтально, как только я ногу убираю сюда, я уже как будто начинаю падать туда. Но в чем фишка? Мне в принципе, чтобы сделать свип, и надо падать туда. И когда я начинаю падать вот в эту сторону, моя нога моментально включается, как точка опоры, и очень легко, прям по инерции поднимает мой таз. То есть отсюда, чтобы поднять мой таз и включить левую ногу, мне придется его как бы немножко вытягивать. А когда я ногу вот эту прячу туда, то я в принципе уже сам падаю. Достаточно легко в эту сторону. И это помогает более быстро и, мне кажется, более эффективно перевернуть человека. Но это касается только сидячего потокляя. Непат, вы прекрасно выглядите, но выглядел уставшим. Я сделал технику больше трех раз, я дрибл. Что-то решило. Сколько раз нужно повторить каждую из этих техник, чтобы она начала работать? Я пока не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok